Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Иванова Наука. Сегодня мы поговорим, и мне кажется, это вполне кстати, по срокам каким-то, поговорим о том, какие бывают причины порчи домашних консервов, и можно есть консервы с какими-то признаками порчи, в том числе с плесенью, или все-таки нельзя потреблять их в пищу. Ну, покажу я здесь для демонстрации свои моченые яблочки, которые я замачивал уже какое-то время назад. Замачивал я их по своему рецепту с добавлением уксуса яблочного. Очень вкусно пахнут, просто очень вкусно пахнут, хотя это бы не была Антоновка, но запах, вкус, они крепенькие, очень-очень вкусные. И здесь, конечно же, образовалась вот такая вот уксусная матка. Это совершенно нормальное, хорошее явление. Это говорит о том, что уксусно-кислые бактерии здесь прижились. Ну, кому интересно, зачем я это делал, почему, можете посмотреть тот ролик. Ссылка, как всегда, в верхнем правом углу этого видео на связанные ролики. Ну, а вернемся к теме порчи. Конечно, самая распространенная порча домашних консервов – это бомбаж. Когда вздувается крышка, когда мы видим, что там есть накопление каких-то газов, и иногда эту крышку срывают прямо с этой банки. Иногда бывает какой-то год такой странный, когда эти банки рвутся, и ночью слышно «бух-бух-бух» в каком-нибудь стенном шкафу. Как это все рвется. Вот можно ли потреблять в пищу подобного рода продукцию, вот это вздутое? Надо сразу сказать, что далеко не все микроорганизмы, а вообще порча домашней консервации – это, конечно, такой вопрос сугубо микробиологический. Поэтому мы вот из микробиологической лаборатории, научной лаборатории Республиканского центра экологии и краеведения делаем этот выпуск, такой достаточно образовательный. Так вот, есть микроорганизмы, которые поселяются на овощах и фруктах и вызывают в процессе хранения консервов, они развиваются и вызывают большое газообразование. Из-за этого давление внутри повышается и банка взрывается. Надо сказать, что консервирующими агентами при домашних заготовках являются, конечно же, поваренная соль в случае, если это овощные консервы, сахар и кислота. Если во фруктах иногда хватает собственной кислоты, там, ну, лычу катаем или сливу, или еще что-то, то овощи, как правило, характеризуются низкой кислотностью, поэтому мы туда добавляем лимонную кислоту, уксусную кислоту в виде 9% спиртового уксуса или в виде яблочного уксуса, винного, ну, каких-то других фруктовых разновидностей уксуса. В любом случае, здесь должна быть достаточно кислая среда. И вот один из видов бактерий, кластридии, они способны разлагать клетчатку, из которой состоят овощи и фрукты, при слишком низкой кислотности, вот когда кислоты мало, недостаточно кислоты, недостаточно фрукты кислые, недостаточно овощи кислые. Ну, фрукты редко взрываются по причине развития кластридии, а вот овощи взрываются достаточно часто. Когда происходит заражение консервов кластридиями, они туда попадают чаще всего с частичками почвы, и наиболее частый случай вот этих кластридий – это огурцы. В этом случае рассол и продукция очень неприятно пахнет, огурчики делаются дряблыми, запах неприятный, он похож даже чем-то на зеленое удобрение, потому что в зеленом удобрении тоже рулят кластридии, они разлагают вот эту клетчатку с образованием масляной кислоты. Такие консервы, которые вот взорвались и очень неприятно пахнут, вот их употреблять в пищу ни в коем случае нельзя. Но их вполне можно выкинуть в компостную кучу, там кластридии будут вполне уместны, они будут разлагать целлюлозу. Ну, единственное, что великовато содержание поваренной соли, может быть в этих консервах, но разбавится, там вымоется как-то очень сильно, мы же там не горстями сыпем эту соль туда. Ну, в целом, если вам слишком уж жалко выбросить их окончательно, бесповоротно там куда-то в мусор, то можете вынести их в компост. Ну, натрий, хлор, поваренная соль – это, конечно, враг огорода. Ну, компромисс, компромисс. Другой случай, когда консервы взрываются – это спиртовое брожение. Для спиртового брожения также характерна изначально нехватка кислоты, как консерванта. И низкая температура стерилизации, когда консервы простерилизованы слишком плохо, слабо. В этом случае там остаются дрожжи, они вызывают спиртовое брожение с образованием углекислого газа. Нельзя сказать, что там какой-то уж совсем неприятный запах формируется, но там достаточно узнаваемый спиртовой запах. Чаще всего дрожжевому брожению подвергаются, конечно, фруктовые консервы. Там много сахара. И если сироп недостаточно крепкий, а вот именно чтобы не было дрожжевого брожения, должен быть крепкий сироп. Если вы закидываете там 2-3 банки или даже больше фруктами, они же потом усядут, когда их кипятком зальешь, а я консервирую очень много, у меня опыт огромный с детства катания этих банок, то, конечно, сироп должен быть 20-ти процентный, то есть 200-250 грамм сахара на литр воды. Ну, 250, такой большой стакан на литр воды. Вот такой сироп должен быть. Уменьшение количества сахара приведет к спиртовому брожению. Банки тоже рвутся, получается спирт. Ну, конечно, из таких компотов, например, если порвались компоты, вишневые, сливовые, какие угодно, можно приготовить замечательный домашний уксус. Он получится превосходный. Туда надо заселить уксусную матку, уксус живой, домашний уксус. И обязательно у вас тоже получится уксусно-кислое брожение. Это очень полезно. Ну, что делать со спиртовым брожением? Я думаю, что 99% взрослого населения прекрасно знает. Если эти варианты вам не подходят, вы хотите утилизировать эти консервы, то они замечательно пойдут для подкормки рассады. Оставьте их в холодном месте. Как-то закройте их, чтобы они не рвались дальше. Охладите как следует. И, пожалуйста, можете ими пользоваться для полива рассады. Или стакан вот этого бродючего компота, например, на литр воды или несколько столовых ложек из-за бродючего варенья на литр воды для полива рассады, томатной, огуречной, другой, даже комнатных растений. Вполне подойдут. Главное, чтобы там не развелись мухи дрозофилы. Но, как правило, в феврале, марте, апреле никаких дрозофил нету, потому что они осенние мушки. Следующая причина порчи домашних консервов – это бациллярное брожение. Это всевозможные палочки, которые образуют споры, которые способны выдерживать кипячение 100, даже иногда 120 градусов в кратковременный период. Конечно, избавиться вы от них не можете. Вот многие стерилизуют банки там как-то очень сильно, а потом закладывают туда овощную продукцию или фруктовую. Вы даже не представляете, насколько колоссальное количество микроорганизмов, в том числе дрожжей, сенной палочки, других спорообразующих бацилл, клостридий, всего-всего-всего остального, плесневых каких-то грибов, спор, вы туда закладываете с этой продукцией. Поэтому всю посуду, я вас уверяю, как человек с хорошим микробиологическим опытом, вы можете просто ополоснуть чистой водой, помыть там, ну, содой можно помыть. А вот это кипятить, жарить их – это совершенно не обязательно. Поэтому, когда вы закладываете продукцию, вы должны обязательно сделать какую-то консервирующую основу в виде рассола. И не стоит пренебрегать, уменьшать количество соли, сахара, уксуса, когда вы готовите эти рассолы или сиропы. Существует такое поверье, что ли, уже пошло, что сенная палочка, которая используется в биопрепаратах для защиты растений, что она может вызывать размягчение огурцов, порчу какую-то. Правда ли это? Нет, это неправда. Там не сенная палочка, там другие виды спорообразующих палочек, которые выдерживают вот эти низкие, высокие температуры, такие кипячения, да, не слишком длительные. Вот они выдерживают, они там разводятся. Действительно, они вызывают ослезнение, размягчение этой продукции, без образования газа, бомбажа нет. Но при этом рассол мутнеет, приобретает очень неприятный запах, консистенция консервов портится. И, конечно, такие консервы надо выбрасывать. Почему сенная палочка не может особо этого делать? Да потому что она не живет в бескислородной среде. Вы же закатываете, кислорода там нет. Если там и есть остаточное какое-то количество растворенного кислорода, то оно слишком быстро истратится этой сенной палочкой, и она не сможет там развиться до каких-то объемов, которые, ну, испортят ваши консервы. Преимущественно в консервах заводятся микроорганизмы, которым не нужен кислород. Будут в закатках, да, классических закатках. Поэтому это тоже можно вполне выбросить на мусорную кучу и не беспокоиться, или в компост, потому что эти термофильные бактерии вездесущие, для растений не опасны, может быть, даже где-то полезны. Но не бойтесь сенной палочкой. Следующая причина порчи консервов, особенно огурцов, их помутнение, сильное помутнение и повышение кислотности самого рассола, как правило, ну и огурчиков. Как правило, это не совсем порча, но это может быть неожиданный результат, который вы не хотели, но он у вас получился, но огурчики ваши получаются вместо маринованных, как будто бочковые. Да, вот вы видите, что банки замутнели. Как правило, они замутнели, помутнели, а потом эта муть осела. Да, и огурчики как были крепенькие, так и остались. Ни цвет, ни консистенцию не поменяли. При вскрытии такой банки вы чувствуете приятный, кисловатый такой аромат, характерный для бочковой продукции. Это означает, что у вас было недостаточно много соли или уксуса, добавлено в такие консервы. Это характерно и для томатов тоже, и для других консервов, для перцев. И это означает, что там развились дрожжи совместно с молочнокислыми бактериями. Это вполне доброкачественные консервы. Вы можете их смело потреблять в пищу, то есть вот забродило, помутнело, осело, рассол стал прозрачный, значит брожение закончилось, кислотность высокая, запах приятный, вкус приятный, но измененный. Он пахнет вот этими бочковыми, такими квашенными продуктами. Это хорошие, доброкачественные консервы, просто вы получили неожиданные плюсы при вашем консервировании. Получили ферментированный продукт. Еще одна причина для порчи консервов, она более характерна для таких консервов, как фасоль стручковая, горошек зеленый, закатанный. Там могут развиваться бактерии, которые выделяют сероводород. Когда вы вскрываете такие консервы, они тоже не бомбажные, они не вздуваются. Вот когда вы вскрываете такие консервы, в этом случае вы чувствуете резкий, неприятный запах сероводорода, тухлых яиц. Конечно, такие консервы подлежат утилизации. Это консервы с низким содержанием кислоты, иногда вообще практически без кислоты, но с высоким содержанием белка. И, конечно, такие консервы ни в коем случае нельзя потреблять в пищу. Ну, о фруктовых и овощных консервах примерно все. У нас еще впереди есть немножечко о плесневых грибах. И сейчас перейдем к мясным консервам. Очень кратко. Мясные консервы крайне, домашние мясные консервы крайне опасны. Связано это с тем, что в продуктах с высоким содержанием белка, именно в мясных консервах, ну, а также иногда в овощных зеленом горошке, а в огурцах и томатах, консервированных с использованием кислоты, вообще никогда не бывает, а равно как во фруктовых консервах никогда не бывает, может завестись бутулизм. Бутулизм вы можете узнать по вздутым крышкам, достаточно основательно вздутым, когда вы их открываете. Вы, кстати, для грибов тоже они достаточно высокое содержание белков, у них характерно, вы вскрываете эту крышку, и вы практически не чувствуете никакого изменения вкуса или запаха у этих консервов. Ну, может быть, там нос какой-то очень чувствительный, почувствуешь, что что-то изменилось. Вот это самый опасный случай, потому что бутулотоксин может привести к смерти человека. Поэтому при малейшей вздутости крышки и отсутствии тех признаков, о которых я говорил до этого, в сущности бактериально-дрожжевое или бактериальное лактобациллярное брожение – это единственный случай, когда консервы могут быть употреблены при наличии или отсутствии каких-либо вздутий. Когда вы открываете, чувствуете такой бочковой, кисломолочный, немножко дрожжевой запах. Вот вы можете их потреблять в пищу без всякого опасения. Во всех остальных случаях от потребления консервов лучше отказаться. И самое главное, вот эти консервы с высоким содержанием белка очень-очень опасны. Это вздутие может быть очень легким, да, то есть очень небольшим. Но если это консервы с высоким содержанием белка, это должно вас насторожить. Ну и в конце расскажу вам о плесенях. Плесени, конечно, бывают очень часто и на овощных, и на фруктовых консервах, и с высоким содержанием кислоты, и с высоким содержанием сахара, и с достаточно высоким содержанием соли. Если вам не жаль, да, ну, по крайней мере, если у вас варенье, то на сантиметр-два вы должны удалить это варенье и слить. Ну, верхнюю часть компота тяжело слить, конечно, но вы должны убрать вот эту верхнюю часть, там, где могла развиться вот эта мицелляльная масса этого гриба. Потому что на поверхности мы видим тоненькую там медузочку такую, иногда со спорами. Если вы уже видите споры, если плесень ваша приобрела окраску, то в этом случае от потребления таких консервов стоит отказаться полностью. Если ваша плесень еще не приобрела окраску, и занимает там, ну, менее четверти поверхности вот этого горлышка, ну, меньше, чем столовая ложка, да. Ну, столовая ложка примерно половину, ну, так сказать, вот, ну, десертная даже ложка, ну, лучше четверть, да, лучше не допускать, чтобы плесень покрывала очень сильно. Вот, чтобы, ну, не более четверти, то в этом случае вы можете удалить хотя бы пару сантиметров того же варенья сверху и выбросить эту плесень и потреблять такие консервы. Но, пожалуйста, если это, например, консервация огурцы, помидоры, никогда не пейте рассол. Дело в том, что такие микроорганизмы, как пеницилл, аспергилл, они выделяют множество микотоксинов всевозможных, которые проникают и в рассол, в продукцию, в варенье, и ничего хорошего с собой не несут. Однако, как показывают исследования, содержание микотоксинов в фазе до начала спороношения крайне низкое. То есть с варенья лучше снять, с соленых консервов лучше снять. Что касается компотов, то я вам усиленно рекомендую превратить этот компот в домашний уксус, потому что спиртовое и уксусно-кислое брожение полностью разрушают вот этот потулин, потому что там нельзя убрать поверхность или нельзя слить рассол и съесть огурчики или помидоры или что-то еще. В этом случае компоты лучше всего превратить в уксус, дать им забродить и чтобы они перебродили до уксуса. И там никакого потулина, там и прочих токсинов уже не будет. Что ж, простые советы, простые решения, элементарные, можно сказать. Однако же их надо помнить для того, чтобы не травить себе жизнь, своим гостям, и чтобы прожить дольше и здоровее, чтобы домашнее консервирование и огородничество было только в радость. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!